на 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 закрытый лингвист регионовед становится актером из бийский секс возникает вопрос ребята мне несложно заполучить почему не хватает хороших актеров мне не стыдно начали класс всем привет с вами подкаст бэкстейдж и у нас стеша дани лена и в гостях у керри и дешенко привет как дела отлично у тебя образование как сказала лингвиста как-то закрытый лингвист регионовед становится актером или актрис не знаю первый раз вот недавно я кому-то рассказывал я помню первый свой опыт на площадке что-то как-то я еще была я закончила балетную школу работала артистом балета работала артистом мюзикла параллельно училась на лингвист регионоведа я помню как-то меня какие-то друзья позвали на кастинг барбихи золотые вот я его прошла и я помню меня был один или два семечных дня и мне так не понравилось вот это много людей все суетятся какой-то панибраствует всюду и мне было так некомфортно их много я одна и как-то надо делать вид что все хорошо а мне вообще не очень комфортно вблизи а что-то за роль была это эпизод какой-то эпизод и что-то там надо было сказать а я еще на тот момент только-только разучилась картавить потому что я картавила до 18 лет все говорили лучше это твоя изюминка вот и даже собственно в компании стать интертеймент я попала обманным путем я все еще картавила но я начала заниматься с педагогом и нужно надо было прийти на кастинг и сказать здравствуйте меня зовут Кирилл Ефишенко мне там типа 18 сколько-то 19 лет я артист палеты и сейчас я для вас буду петь петь песню эй моряк ну в общем короче все предложения которые с R были отрепетированы потому что все остальные слова я не могла сказать вот проходит какое-то время случается съемка я в дико зажиме ты и когда все закончилось я думаю фу господи слава богу все закончилось я больше не хочу слишком много людей не знакомые я иду а потом проходит два сезона мюзикла красавица и чудовище где где я работала потом еще пол сезона звуков музыки я понимаю что что-то как-то скучно в мюзиклах одной делать по 8 спектакля в неделю два на выходных и со вторника по пятницу ты закончил балетную школу ты работаешь в мюзиклах и параллельно учишься ленивиста веганавета зачем почему ну потому что мама сказала вот она такая вот тебе нужно высшее образование хочешь танцевать танцуй но еще вопрос нет окей выброшенные нафиг дети время нет где-то что-то я ушла с пятого какого-то блин ты видишь а потом и пригодилась чуть-чуть потом нет 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 язык нет я моя первая большая американская любовь пригодилась вот действительно где был язык вот и чё-то я подумала надо либо наверно попытаться стать прям полноценной синтетической артистка которая поет танцует играет и для этого доучиться я пошла в школу драмы германа седака там отвечает год но я хотела для мюзиклов вообще ни для какого не для кино это актерский курс да это актер я пошла по всяким этим нашим большим институтом театральном мне везде сказали что я нестандартно выгляжу и что я старая 23 года но это же уже большого возраста для а потом у нас прошла почему не хватает хороших актеров ну слушай ну тут я может быть с тобой соглашусь что действительно наверно актерство в общем складывается из жизненного опыта хорошего или плохого любого и действительно когда ты берешь подростка ему 16 лет я просто на самом деле интересный вопрос а почему я не могу понять то есть люди которые отвечают за то чтобы снабжать нашу киноиндустрию кадрами у них есть отрез и по возрасту ладно бы что-то одно и еще внешность должна быть у всех стандартная а если у тебя не стандартная внешность и чуть-чуть не попадаешь по возрасту то актерской профессии это не надо считать вот эти вот ответственные скорее всего не молодые уважаемые люди самое нелепое для меня из всего этого всегда было тем что театры например на молодым артистам запрещают сниматься и мне кажется я не знаю как сейчас но вот несколько лет назад я помню что была такая тенденция у меня театр у меня выпуск поэтому я не могу взять эту роль и эту роль или сейчас до сих пор жалуются но мне кажется опять же кто я такая но вот на мой дилетантский вкус это большой такой именно маркетинговый факап театров потому что но по большому счету как мне кажется чем медийнее артист тем больше зрительным упадет поэтому мне кажется я знаю ребят вот в каком-то интервью ты говорила что ты была на курсах у ивана чабок да и как раз таки это сказал такую мысль что на площадке есть режиссер а есть я не знаю не помню как называется коуч по актерам тренер мастер который следит как раз таки за какими-то деталями на западе можешь рассказать поподробнее что это вообще за такая женщина прекрасная со своим собственным слушаем и детским курсом это было очень давно она эктинг эктинг коуч шарли стерон ее артистка холи бери по моему тоже ее артистка дима чеботарев наш у нее учился потом преподавал ее технику но она классный коуч говорят на западе на больших картинах помимо режиссера который в общем действительно набирать себе то количество кадров которые нужно для монтажа есть коуч актерские он прям присутствует на у нас не было такого но но то есть по крайней мере я знаю что у луи который лорана играл у него был педагог по английскому языку и может быть актерский коуч но это не факт прямо на площадке на площадке его не видела поэтому мне кажется наверное где-то они работали за кадром за пределами сегодняшней площадке ты нам расскажи как тебе снималась в спин-оффе ходячих мертвецов давай начнем самого интересного как снималась но это общее очень общий вопрос давайте поконкретнее что вам именно интересно мы знаем что там тебе приходилось петь на французском языке и как ты туда попали как я туда совершенно негаданная никогда в жизни не думала что то есть что я снимусь где-то за границей тем более в ходячих мертвецах потому что я в общем честно говоря фанат ну вот например норман и ридус и я подписана тип лет и в какой-то момент когда мы снимали проект химера с вашей кузнецовым не рассказывал что он записывает пробы на тот момент уже снялся фантастических тварях и где не обитают еще и у него какие-то были премьеры и что то я смотрела как он записывает пробы как он готовится и подумала блин а я же собственно по образованию лингвист регионовед я английский есть но не потому что я там в институте и изучала нет я просто жила четыре года с американцем и английский вот я подумала что надо бы найти себе какого-то агента интернационального который может быть предложил бы мне какой-то кастик и что-то я туда-сюда туда тыркнулась никто меня не хотел особо брать а потом я смотрю на меня в инстаграме подписано агентство сериал жубер таланта и я думаю блин подписаны же дай напишу я написала они такие типа да 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 класс давайте работать мы давно значит за вами следим вся фигня и где-то наверное за 7 месяцев мне пришлось типа пару проб какой-то одни из проб были на британскую няню нужен был правильный британский английский я вообще не понимаю какой правильный британский английский у меня вот я записала эти пробы еще какие-то и потом вдруг приходит просто маленькая сценка и типа задание запишите вот вот такую-то песню на французском языке я такая типа что это за проект он такой тип я не имею права просто запиши и все но это очень хороший а ты говоришь на французском нет вообще не в зуб ногой ну я думаю блин прикольно я значит пишу сколько две сцены на английском французского я не знаю поэтому я беру педагога по французскому я говорю вот у меня значит песня француза арди летом дельма это я уже сейчас сказать тогда это к или тэпс дель амур будьте добры пожалуйста позже вы мне просто прочитаете я напишу транскрипцию значит прилагалась еще фанера под которую надеть и запишу и мы записываем я попросила друзей чтобы помогли записать пробы мы записываем первая сцена вторая сцена и третья сцене я так устала что я просто вот эти вот свои каракули прям по-русски написано сели там я прям клей на стену включаю фанеру и начинаю петь вот отправляем и чё-то они потом начинают запишите еще одну песню на французском еще одну еще я все еще не знаю куда вообще ну что это за мюзикл я вообще не очень поющая то есть я как бы типа боюсь и потому что я работал долгое время в мюзиклах в компании stage entertainment я работала в звуках музыки в красавице чудовище но я пела в ансамбле мета сопрано это вот мета сопрано это не для самых нет это не вниз это серединка но это обычно мелодия для тех кому медведь наступил на вот я записала им все эти песни у меня был проект в минске мы снимали проект кладушка для тнт режиссер миша малинин и в какой-то момент я в минске пишет значит агент типа тебя зовут в париж на колбек все очень непонятно какой проект ну туда где я пила да и он мне говорит что это такое и в какой-то момент я понимаю что перед этим колбеком на меня вдруг подписывается нормандридус офигеть вот это да кайф какой у меня мурашки похоже сейчас подожди или по-моему да вот вот по-моему когда они позвали на колбек подписывается норман я такая ничего себе вот это да что же делать что же делать и короче они назначают дату а у меня смена крайняя в минске я к режиссеру на колени плачу говорю миша пожалуйста мы с мишей уже снимали его дебютную картину не лечи меня ваня янковский петь федоров и вот я это полный метр был комедийный вот я к мишу говорю пожалуйста дай мне хотят просто шанс туда ну вот просто съездить посмотреть как это выглядит я фанат блин это первый сериал который я вообще начала когда бы то ни было смотреть и он говорит со вторым режиссером пока он договаривается встречи тьфу тьфу а переносим ну или об отмене я пишу параллельно французам говорю слушайте как бы вот я нашла рейс но я прилетаю получается в аэропорт орли и это очень далеко от парижа не шарль-де-голь и я боюсь не успеть вот на этот слот а там какой-то слот был типа 14-25 я понимаю что я вот блин можно чуть-чуть попозже пожалуйста я просто могу из аэропорта не успеть и пока я пока собственно решается моя судьба можно для отменить смену в минске нет они видимо обижаются приехать из аэропорта вот и значит пока все это решается они такие типа нет к сожалению попозже нельзя можно пораньше и по-моему на день раньше короче миша в итоге меня отпускает я после смены из минска должна значит пересекать литовскую границу там у меня из вильнюса в ригу куплен билет из риги в париж мы стоим в этой пробке на границе вместо получаса пробка занимает 6 часов меня все трясет а еще я когда попросил перейти этот кобэк и когда они переназначили время и такие типа а еще вот две песни на французском пожалуйста выучите какие-нибудь любые ну то есть там на самом деле не любые какую-нибудь еще там типа дополнительную песню на французском до 80-го года они конечно не знают что ты не говоришь на французском а это не важно ты можешь либо не можешь а тебе удалось до конца съемок сокрыть этот факт что ты не говоришь на французском и что это играл же это слушать как она доехала вот и короче мы стоим значит в этой пробке шесть часов я как проклятая значит повторяю эти песни соли там для морды там докопано до ремонтюра и вторая песня которая у меня оставалось типа два дня еще хоть третье а нет третье было уже потом когда съемки начались а надо было еще какую-то вот задание подготовить на французском песня я думаю блин я честно говоря французскую какую-то вот эту вот эстраду не знаю слова совсем и чё-то вдруг на меня значит сваливается откуда-то информация что мою любимую песню painted black rolling stones перепевала марилла фаре короче марилла фаре вот я понимаю что она перепела painted black я заберу себя думаю блин я хотя бы знаю мелодию а у меня уже педагог по вокалу вся фигня мы с ней по skype вот я точно также пишу себе транскрипцию точно также созваниваюсь педагогом по французскому она мне значит по словам все это выслать свою транскрипцию потом я переслушиваю в замедленном темпе в три раза ниже на ютюбе чтобы понять что конкретно французский очень красивый язык ночи сложный сложный ты его не можешь разобрать на отдельный это все еще происходит шестичасовой пробки на границу очень долго так ну до этого я тоже понятно дело готовилась и в итоге я не успеваю на самолет который извинился при его я просто бледная мне трясутся руки я в бахал на этим билет какой-то кучу денег я говорю снег а я говорю водители вы услышите а вы можете довести меня до риги такой тип данный это будет вот столько-то стоит я сплю дороже самолет дороже самолет ну нет что тут у нас выходила потому что в общем было как бы лоукостер вот я приезжаю в реку там сплю чуть-чуть в отеле сажусь в самолет лечу в париж в трансфере до отеля я сплю потом потом все как в тумане просто потом я значит приезжаю в этот отель что-то крашусь принимаю душ звоню педагогу по вокалу мы распеваемся все эти песни чтобы спеть я повторяю эти сцены и просто я помню как из 15 минут до стою в париже значит внизу в этой студии и нужно ровно там вот четыре не знаю пускай это будет 1445 нужно ровно в это время как бы подняться и нажать на кнопку звонка и я поднимаюсь туда там типа вот присядьте никого нету выходит жилетка белая студия сидят три человека один полностью лысый второй тоже какой-то дохмуришь в 6 еще какой-то чувак и они такие типа здравствуйте как вас зовут такие хотите попробовать сцену вот и кто-то мне сказал типа значит веди себя так как будто тебя значит тяжело заполучить я им прям сходу выбрала я говорю ребята мнение сложно заполучить я хочу короче для меня это все какое-то чудо и я готова чуть-чуть почку продать лишь бы у вас снятся тролли вами они такие не ожидали вот я играю две эти сцены и потом значит вот эта песня painted black в какой-то момент и миг жаггер так делал и марила фаре включать программой я вхожу в раш тоже начинаю все это делать в какой-то момент думаю уже типа по барабану приехала позоришься до конца вот и все я выхожу оттуда потом еще были какие-то тела Мне надо было Мотаться куда-то в Берлин В Прагу Вот, и я все ждала, что они Позвонят и скажут, приезжай Мне не хотелось психологически Далеко уезжать от Парижа Потому что мне казалось, что Сейчас они быстро дышат, скажут Вот-вот позвонят У меня никто, конечно, не позвонит Я приезжаю в Москву Что-то у меня там Дача строится, я поехала куда-то Какие-то доски выбирать Звонит агент, у меня трясутся руки Падает сердце в ноги Он такой, типа, Лукерья Я позвонил, просто сказать, что мы все еще ждем Лучше бы не звонил И что-то уже Тянется одна неделя Вторая, третья Меня зовут, собственно, ни много ни мало К Дане Козловскому На какой-то новый проект его Просто встретиться с режиссером Вся фигня Ну и я какая-то такая грустная Приезжаю, там все опаздывают Я стою А они Неважно, где они сидят Я хотела рассказать, где сидеть Даня Козловскому Лучше бы не говорила, что неважно, где Не, ну просто, чтобы не сдавать студию Мало ли, фанаты Ну, побегут Сталкеры, да Сталкеры, да Вот И я, значит, приезжаю на эти пробы Стою, жду Грустно смотрю в окно И тут мне звонит агент Вот этот французский Такой, Лукерья Я хотела очень хорошие новости Для вас Такой, вы Ана В работе Лукерья Поздравляю Мы соберем контракт Скорее Мы будем ждать Мы будем ждать Для более Детейлз Больше на индийский Какой-то Да-да-да Он потрясающий Как говорит Английский И иногда прям думаю Как же ты работаешь Ген, он прекрасный человек Вот И потом что? И потом я стою, значит В этом хоре Ты помнишь потом что вообще? Это институт какой-то А, блин Нельзя говорить Здесь сидит Даня Козловскому Забыли Короче, я стою В этом прекрасном помещении Огромные окна Мне надо идти к Даню Козловскому У меня трясутся руки Я не могу дышать Я разревелась там же Потом выходит из стен Говорит Вот проходите, пожалуйста К Дане И я прихожу Я бледная У меня просто Некровинки в лице И я такая Дань А вы же много съемались За границей Расскажите, пожалуйста Как это? И вместо того, что он пробовал Меня и вообще Репчался со мной На тему того Какая я актриса Я ему там нравлюсь Не нравлюсь Это я его интервьюировала И говорила А это? А текст? А когда? Поскольку надо выезжать А какой надо приходить А что? А вообще как? В общем, короче Он меня застращал страшно Что типа там Все вообще Очень строго А какой тебе самый полезный Вот совет он дал Если один Выделить вот что-то такое Что тебе присоветовал Что тебе присоветовал Козловский И потом запомнилось Знаю текст Знаю текст Просто Я знаю текст А что там такого Суперстрого В отличие от российского Там важнее знать текст Чем у нас А? Там важнее знать текст Чем у нас Почему это специфический совет Для них? Потому что там сидит Один из Там очень много Экзекьютив Продюсеров Как это Ну креативных Продюсеров На площадке И каждый день Сидит на площадке Человек Которые непосредственно Пишут И в каждую неделю Правки в сценарии Таким образом Ну Насколько я поняла Так Если ты приходишь И откровенно Не справляешься Со своей задачей Есть несколько На стендбай актрис Которые тебя В любой момент Подменят И больше того В кастинге Артист Называется Как это было? Option number one Option number two Option number three Твои Опции За тобой Всегда очередь Которая Они прямо готовы По большому счету Да Если ты приходишь И что ты не можешь сделать Я думаю Что заменить Без ущерба Для процесса А у нас Прослабление То есть У нас можно прийти Не зная текст И в принципе Ничего не случится Это вообще Другая история Одно дело Когда ты Носитель И ты приходишь На площадку Где-то Что-то там Ты забыл И где-то Что-то написано Наверное Неудобное И неорганично Тебе Это всегда обсуждаем Ты приходишь И говоришь Слушайте Ну я вот Эту последовательность Не могу выговорить Она не ложится Давайте Оборганичиваем Чуть-чуть И как бы Тут ты можешь А тут Да В общем весь каст Это все Ну он Очень Дайверс Блин Давай Лужа Прекрати Англицизм Дайверс нормально Дайверс можно Ну как это по-русски-то А тебе-то хорошего Ну он разнообразный Ну слушай Разнообразие Дайверси Должен был Должен был быть Максимально разнообразным Там же в этом смысл Там же экзотика Что Дэрил В Европе Это как бы Англоязычный сериал Но типа в Европе Все должны говорить С европейскими акцентами Такими Там же Такая фишка Ну да Типа того При том что Но по-английски Очень часто Вот этот текст Который пишется Для людей Не на этих спикеров Вот такое Что ты думаешь Твою мать А как на этих спикеров Вообще До таких формулировок До перейти Прям формулировок Очень литературно А как вообще Ну атмосфера На площадке Тебя поддерживали Твои коллеги Слушай Ну а Режиссер Вообще Первый съемочный день Да Я помню Как ты встретилась С акцентами Первая премьерка У меня А нет Первая пробы Грима По-моему Была Примерка Была В Сиде Синема Где Собственно Вот Домимонт Вот этот Андеграундный Ночной клуб Был выстроен Эта декорация Вот А примерка Была Где-то А Синемали В катакомбах Вот В этих Связных Парижских И там Рядом стоял Караван Вот Что-то там Меня причесали Накрасили Сказали Вот Оставайся на обед Я пообедала А Это было до обеда И Ассистентка Ассистент По Актерам Говорит Хочешь Вниз Спуститься Там Климанс Пуази И Норман Время Они Сгибают Сцены Я Я Хочу Пожалуйста Да И мы Спускаемся Вниз Там Темно Я Стою До команды Стоп И Такая Типа Я Объявляю Это обед Я Слава богу Несколько не надо Общаться И Ну Потому что Для меня Стресс Довольно Закрытый человек Вот И мы Поднимаемся Наверх Я Поднимаюсь Наверх Значит Беру Какую-то Там Свою Курилку Начинаю Затягиваться И Тут Вдруг Кто-то Мне Слева Говорит Эй Я Поворачиваю Голуб И Понимаешь Что это Сука Дорман Ридис Он Такой Типа Это Ты Та самая Девушка Которая Играет Анну Типа Welcome Вся фигня Мы тебя Поздравляем Блин Там Внизу Так Холодно Катакомбов И У меня Такое Ищение Что Какая-то Клаустрофобия Начинается Слава богу Мы Закончили И Начинает Что-то Курить Он Спрашивает Типа Хочешь Там Кофе Какие-то Пончики Еще Чего-то Типа Кока-кола Я Ты живой Ты живой И ты такой Классный И ты Я в этот момент Поняла Что это Действительно Атмосфера Где тебя Как-то Поддерживают Никто Не хочет Тебя То есть Они постараются Все сделать так Чтобы тебе было Максимально Комфортно И Чтоб ты Мог Вот это Вот Выдать Лучшее Что Тебе Есть Максимально То есть Арина В жизни Я только не соответствую Своему Амплуа Потому что Амплуа У него Стабильно Такой Жесткий Обрывистый Везде Нет Он самый Классный Парень На районе Он постоянно Что-то Рассказывает Какие-то Баки Травят Ржет Вся фигня Я помню Мы как-то Значит Снимали Вот как раз В этом Домимонде Я в этом Платье Два дня Мы снимали Три песни И эту Огромную Сцену Как значит Дэрил Изабель Приходят К Куину И там Начинается Весь этот замес Вот И было Очень холодно Зимой Потому что Мы снимали И я в каких-то Там От холода Мне начинает Клониться Сон И там Когда перерыв Тебя с площадки Не отпускают Просто Вот Я заворачивалась Где-нибудь И вот Это еще Прическа Макияж Бриллианты Ненастоящие Каблуки Я просто Вот так Как кукла Как мумия Складывалась И Отдыхала И в какой-то Момент Что-то Я так Лежу Никто ничего Не снимает Какая-то Перестановка И что-то Я с парасонем Встаю И тут Значит Нормак Подходит Такой Типа Блин Я так Не выспался Мы Значит Со своей Женой Дианой Крюгер Вчера Были На этом Шоу Гучи Наше Шоу Гучи В Париже Господь Барбар Вот Ненавижу Эти шум Но Мы вчера Встретили Кортни Лав Я такая Кортни Ху Он такой Кортни Лав И такой Типа И может быть Она сегодня Приедет На площадку Если она Приедет Я вас Познакомлю Я просто Стою Я понимаю Что Я не знаю Что ответить Я на таком Очень русском Английском Отвечаю I love Нирвана И просто Ухожу Куда-то На бэкстейдж Где-то В ряду С декорацией Потому что Я понимаю Что если Сейчас еще Кортни Лав Придет Одна из Для меня Законодательницы Стиля Я действительно Обожаю Нирвану Я действительно Обожаю Всю эту Эстетику Гранж Панк Постпанк Для меня Это Блядь Вот Я понимаю Что Если она Придет Я просто Упаду Где-нибудь От Три избытка Чуств А ты успела Понять За рубежом Это так же Происходит Нет Нет Не успела Понять Или нет Не так же Нет Не так же Нет Я не успела Понять Нет Я не успела Понять Да и вообще Ну Просто Понимаете Когда это Такие Большие Проекты В общем Они тебе Говорят Вот Нам нужно Из такого Вот Такой Вот Вот С этого Временной Слот Ты приезжаешь И сидишь Там И ты полностью В их распоряжении Не могут Сами назначить Тебя Примерку Грим Запись Еще что-то Еще что-то Ты полностью Принадлежишь Им Я думаю Что с Артистами Французскими То же самое Потому что Для любого Европейца И для французов В том числе Сняться Walking Dead Это очень Большая вещь Потому что По большому счету Это Одни Один из Таких Больших Первых Сериальных Тайтлов С него Начал Золотой век Новый Да Игра престолов Но это Вот Такого масштаба Не важно Что это Спин-офф Ради этого Все остальное Отодвигаешь На второй план Поэтому я думаю Что В случае С этим проектом Наверное Конечно А в чем Есть одно Какое-то Главное отличие Того Как они Работают И как Работают У нас Понятно Что есть Разница Production value В принципе Ресурсы И так далее Но вот именно По какому-то Принципу По какому-то Подходу Что-то тебе Показывает Что-то они делают Ну совсем Не так Как ты Привыкла А может Такого нет Я не знаю Понимаешь в чем дело Я боюсь Я боюсь Тут Ошибиться И дать Неправильную информацию Потому что Эксперимент Не совсем чистый Часть Продакшна Это конечно Ребята Голливудские Там Ну Главные Главная Креативная команда А все остальные Это французские Продакшн Поэтому Это такой Производственный Микс Тут вопрос Про твой опыт Вот что-то Твой опыт На их площадке Что-то для тебя Показалось непривычным Ты подумал Блин Как это странно И не так У каждого Нет Как-то странно И как-то очень круто У каждого цеха Свой плейбэк У каждого Это круто Все постоянно Должны находиться В том Что происходит На площадке Если кто-то Куда-то отвлекался Американские Члены группы Могли сказать Что типа Ребята Ребята Почему вы Как бы не находитесь Сейчас Почему мы сейчас Не в одном месте Как так случилось У вас же есть Свой плейбэк Вот Ну и в общем Есть ощущение Действительно того Что Любой компонент Группы Он меняется Вот так Если он справляется И конечно Люди Люди Основая это Они ведут себя Совсем по-другому Ты реально Существуешь На пределе Своих возможностей Это было видно Во всем Все Максимально Стараются Сделать Вот Прыгнуть Выше собственной Главы И всем реально Действительно Очень интересно Я не знаю Это потому что Люди такие Супер С такой Супер Самоотдачей Либо потому что Это Большой Проект Известный В общем Культовый Ну и Видимо Так вот Своих слов Есть постоянно Напряжение Больше Чем у нас Что-то Может быть Я думала Что с концентрацией Напряжение Даже Ну Большой тайм Такое ощущение Как будто Все находятся Под большим давлением Под большим чем Ну конечно У тебя ответственность Сильно больше У всех Потому что Имя Художника По костюму Будет Потом В титрах И конечно Все будут Использовать Этот проект Конечно Это может быть Как кусок резюме Как Сири Шаурин Не знаю Вопрос мотивации Может быть То есть Это при голливудских Забастовках Поднялся вопрос С того Что Актеры За успешные проекты Популярно получают Прям Минимальную ставку На западе Вот Есть такое По своему опыту Можешь судить Как бы Здесь Больше Была ставка Чем У тебя Допустим За российские проекты И Можно ли это Вообще Сравнивать Сопоставим Да То есть Примерно На одном уровне Ну и Как ты считаешь Выработка Как бы Соответствует Ставке То есть Допустим За такую ставку Можно так Вот Работать Круто И хорошо Могут ли Здесь Играть деньги Большое значение И большую роль То есть Ставка сопоставимая А давление выше С твоих слов Возникает вопрос Нет Это только Какое-то несоответствие Потому что продукт Хороший Но Хотят делать Очень хорошо Ты его когда читаешь Ты думаешь Ух ты Какая классная Литература А платить больше не хотят Почему так не делают У нас Почему Хороший продукт Не делают Почему Мы Наверное Так не говорим Почему У нас же У нас тоже делают Хорошие продукты У нас тоже есть Сценарии Которые Ты читаешь И думаешь Вау Оторваться не можешь А можешь Вот А бывают сценарии Когда ты читаешь И думаешь Блин Какая-то хрень Западные сценарии Тоже бывают Не очень Там Я рассказывала Когда Про эту британскую Яйню Мне когда выслали Надо было прочитать Сценарий Это Ну окей Дух не захватывает Когда ты читаешь У нас тоже есть Хорошие продукты И не очень Хорошие продукты У нас тоже Конечно Наверное Ну простите Если совсем честно Вот На проекте Вампиры Средней полосы Старт Конечно Люди совсем иначе Работают Чем люди Которые работают На проекте Извините Для телеканала Домашний И другие кадры И другое отношение Сказать Что они сильно Больше получаются На старте Нежели Чем-то На телеканале Домашний Я не думаю Просто Мы работаем На проект И на имидж И на свой Собственный имидж В том числе Чтобы потом Сказать Что А я вот Гримировал Там я не знаю На вампирах Я Был художником По костюмам На вампирах Это я придумала Все эти образы Которые потом Дали Такой результат Заработали Столько денег Действительно Собрали Такие рейтинги Тебе вообще В кайф Играть Именно Антагонистов Потому что Мне еще Поиграть Я неуждаю Это повторять Да То есть Это твое Собственное Тяготение Тоже Это не то Что у тебя Происходит Тайпкастинг Перенос из жизни Почему тебя так Прям тянет К антагонистам Ну потому что Не знаю Если бы я сама Придумывала Персонажей Каких-то Я бы Мне бы Наверное Было Очень Скучно Например Писать Какого-то Протагониста И совсем Протагониста Я бы не смогла Наверное Даже выдумать Абсолютно Сто процентно Хорошего человека Это неинтересно Это неправдоподобно Хочется Чтобы он был Чуть-чуть Словный Хочется Чтобы он был Каким-то Внутренним Конфликтом Попсасывать Вот эти все Некрасивости Какие-то Углы Какие-то Вот эти Изъяны Потому что Это то Что делает Героя Написанного Живым Каким-то Таким Которым Зритель Может Начать Запереживать Зритель Может к нему Подключиться Ему становится Интересно Что это за Человек Такой Что им Движет А почему Он такой Гандон Или Почему Он такой Извращение За в чем Как бы Внутречность Зритель Начинает Хотеть Расколоть Этого человека Понять В чем То есть Он больше Подключается К герою Особенно В сериалах А сейчас Мне кажется Вообще Больше Как минимум Антигероев Или героев Таких Серьезными Недостатками Классических Положительных Протагонистов В целом Стало Поменьше Или нет Ну Не знаю Я мало Сейчас Чего смотрю Потому что У меня довольно Много Работы Работы Ну Хотя бы Потому над чем Ты работала По общему Впечатлению По совокупности Я поясню Ты даже говорила Когда мы говорили Про Walking Dead И ты говорила Что это было Начало Таких больших Крутых сериалов Breaking Bad Ты упоминала Мне кажется Что Как раз Это новая эра Может она и началась С усважнения Героев Когда герой Становится Не белым И черным А таким черным Белым И сложным Везде В Walking Dead Нет ни одного Положительного персонажа Так По большому счету Если подумать Они все И хорошие И плохие У нас Вот пришло ли это К нам Да В полной мере Вот эта Блин Я ничего последнего Ну мне кажется Да Конечно Пришло Там Замерший Главный герой Непонятно Хороший Плохой Но это То где есть Но Химер Саша Кузнецова Главный герой Непонятно Хороший Или плохой Я просто Мало Смотрю Сейчас Действительно Ты идешь Как бы Большой проект С большой аудиторией Но ты же не всегда Заранее знаешь Что это что-то большое Понятно Если ты приходишь В вампировой средней полосы Или в Walking Dead Ты уже знаешь Что это большой проект С уже имеющейся Большой аудиторией В принципе Это такая Значимая штука Я говорю скорее Про то Что бывает ли так Что у тебя в процессе Когда ты работаешь О чем-то новом Ты не знаешь еще Что у него есть Гарантированное Большое позиционирование У тебя в процессе Формируется Представление Блин Вот сейчас у нас Вырисовывается Что-то клевое Надо поднажать Я насколько могу Я всегда стараюсь Сделать хорошо Вот Я Ну вот Даже если это У меня недавно Был прям скандал На площадке Мы снимали Второй сезон Неважно Одного проекта Для НТВ И там я столкнулась С тем Что мы снимали В два юнита И во втором юните Оператор Несколько Как мне показалось Халатно Относится К своей работе И вот мы на втором юните Вместо режиссера У нас Редактор И все какие-то такие Чего-то подрасслабились И оператор Который тоже Вроде нормальный оператор Все с ним было Окей Нормально Он снимал А тут он видит Что всем Как-то Сука Неинтересно И мы пытаемся Что-то снимать И когда нету Вот этого Капитана корабля Все это так Начинает Потихоньку Разваливаться А почему Кстати На втором юните Нет режиссера Почему По проклятой бедности А вот так А денег нету А вот он Или нету Или нету людей Я не знаю Я не знаю Я не хочу В этом копаться Мне неинтересно Я просто понимаю Что когда у людей Глаза тухнут И все таки Типа Ада хуй с ним Это мы для НТВ снимаем Я в какой-то момент Подхожу к оператору И говорю Тебе не стыдно? НТВ Блядь Не НТВ И какой-нибудь И какой-нибудь Эмси Нетфликс Первый канал Премьер Старт Око Иви Не важно По идее Всегда надо делать хорошо Делай максимально Насколько ты хочешь Он такой Типа Я считаю Что я достаточно Хорошо сделал И я подхожу И говорю Знаешь Что самое Ужасное в людях Именно в кино Учитывая вот эти 12-часовые смены С переработками Когда очень тяжело Безразличие То есть мне конечно Хочется наверное Жить в идеальном мире Где всем Неплохо Когда мы приходим На площадку И когда мы Действительно Момент единения Складывается из того Что окей Ребята у нас Два рубля И в общем Метод которым Мы работаем Можно назвать Дендрофекальным Но мы сейчас Попробуем Ебануть Так Что Нам будет Не стыдно За себя Вот мы Насколько Хорошо могли Насколько сделали У меня были Такие проекты И это действительно Когда ты видишь Таких режиссеров Он понимает Что он работает На НТВ Он понимает Что сценарий Говно Он понимает Что оператор Блять Застрял Там где-то В 97-м году Когда есть Малоосторожно Модерно И по-другому Он не может Не может Он по-другому Это все Но Он Ему хочется Сделать хорошую картинку И находит Слова для оператора И так Чтобы его не обидеть Он ему говорит Слушай А может быть У нас Вот тут камера Немножко поживет Чучу-чу А вот тут Мы попробуем Однопланово Да Может быть Мы не пройдем ОТ-кан Но мы хотя бы попробуем У нас будут Вариантики И когда ты видишь Настолько замотивированного человека Ему настолько надо Ему настолько хочется Настолько пассионарий Ты тоже такой Слушай Заражаешься Вот тут вот Написано вот так А мы чуть-чуть Здесь добавим И вот получится У нас Драматургический Вот такая вот Обманка В конце сцены И он такой Типа Да Класс Давай пробовать И тебе хочется Все отдать Этому человеку В режиссере должен Гореть этот огонь Да Чтобы это Ну я не знаю Кто там капитан корабля Конечно Наверное режиссер Все-таки человек Который приходит И с тобой работает И те говорит И он более-менее Связующий звено Между всеми остальными Да В общем наверное Он должен быть В проекте Хэппи Энт У тебя очень много Откровенных сцен Как они тебе давались Очень тяжело Я когда в первый раз Приехала на пробу С Леной Трониной К Жене Сангаджи Мы попробовались И текст был настолько Откровенный Что я просто Не могла его выговорить Мне казалось Что после сладкой жизни Мне не страшно вообще ничего А тут я просто Охуенно Там что-то было Такой типа Про то Как она значит Проходила Ну героиня Яна Типа она значит Рассказывает Моей героине Рассказывает героине Трониной О том Как она проходила Первый кастинг Что типа Я приехала там Куда-то в Прагу Вот и прошла Кастинг Ну как кастинг Меня просто Вы были втроем Вот тебе Это ужас И короче я уехала С этих проб Я еду в машине Меня трясет Мне стыдно Я у Жени У Лены попросила прощения Я говорю ребят Простите Я не могу Нет такое Ну я Правда наверное Не смогу И потом Я уже Уезжаю в Питер Съемки какие-то Звонит Аня Она говорит Типа утвердили Я такая Ась я не буду Снимать Одежду Я не буду Снимать с голой Она им передает Они такие Типа ну нет Нам надо Там есть Вот эта сцена С Леной Трониной Вот та самая Типа мы хотим Чтобы Ты была обнажена Я такая Нет Я думаю Ну все Пронесло Они перезванивают Типа ну ладно Давай в левочке Твою мать Не хочу Вот Ну и съемки Для меня Проходили Прям тяжело Мне казалось Что я в этом Во всем Какая-то Неубедительная И мне В этом было Сложно Существовать И В общем Как бы Такой провокционный Проект Все чуть-чуть Были такие Получится Не получится Получится Не получится Почему ты на него Согласилась Если тебе так Тяжело Это давалось Ну Потому что Там было Что поиграть Потому что Она такая Ну я понимала Что это Яркий Антогонизм Если бы Не вот эти Все бастиные Сцены Я бы вообще Даже не задавалась Ну и не Текст Местами Хотя в итоге Вот этого Какого-то Совсем Шок Контент Текста Не осталось Все было На рамках Ну а как тебе Вообще Внутри То есть Ты как-то Смогла Взрастить Вот эту Девушку И вообще Этот Весбийский Секс Насколько Я понимаю Если честно Я не смотрела Полностью Засмущалась Ну там Засмущалась Смотреть Это 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 Вот как На умертвецах Мне казалось Я выйду на эту сцену Начну Значит Петь эти Песни По-французски И упаду в уморок Ничего Ничего подобного Видимо Это называется Профессионализм Тебе кажется Что ты не можешь А потом Ты просто Выходишь И На каком-то На каком-то Внутреннем А Да Пошло Все Просто Берешь И делаешь Давай Последний Блог Про Твой стиль Про Вообще То Как ты Одеваешься Как ты Подбираешь Себе Одежду Где-то На просторах Инстаграма У тебя Даже Есть Отдельные Актуальные Истории Я их Больше Не веду Ты Больше Не ведешь Чтобы Попроверили Есть И у тебя Такой Прямо Своеобразный Неординарный Стиль Где-то Я увидела Что Ты Ходишь Секонд-хенд То есть Ты подбираешь Какие-то Прямо Антикварные Что-ли Вещи Какие-то Супер Необычные В общем Можешь Расскать подробнее Есть у тебя Любимые Какие-то Секонд-хенд Магазины Для зрителей Может Кто-то захочет Одеться Так же Как ты Нету Как такового Стиля Мне просто Что-то Нравится И я Это Покупаю Я очень Люблю Всякие Винтажные Шмотки Я действительно Люблю Секонд-хенд Я очень Много Вещи Покупаю На Авито Просто Я не знаю Я люблю Всякие Штуки Всякую Какую-нибудь Бахрому Откуда Это Савита Нет Это Зара Довольно Новая Причем Вот Какие-то Там Шубы Кольца Кольца Такие Большие Расскажи Про Обычные Слушайте Это Все Старые Кольца Гуччи Они Уже Все Ободрались Мне Просто Нравится Как Они Выбили Где-то Мне Подбарабаны Что Они Ободраны Вот У меня Много Антиквартных Колец Я Собираю Люблю Покупаю Но Носить Их Вот Так Каждый День Жалко Если Они Потеряются Потому Что Это Действительно One Of a kind Вот Ну Что Кольца Черные Ногти Шубы Ботинки На Большой Плаформе R13 Очень Люблю Кожаные Штаны Ну Какой-то Такой Гранж Наверное Какой-то Просто Всегда Готова К Кастингу Тима Бертона У тебя Прямо Сейчас Ты Очень Тим Бертоновская Прямо Сейчас Да Тим Черт Подери Что Мне Еще Надо Сделать Чтобы Ты Взял У меня Снимать Может Попробуем Блиц Блиц Давай 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 Что-то Простое Давай С простого Роль мечты Как всегда С низкого Старта Уже Существующая Или В общем Нет Какую Которую Ты хотела бы Сыграть Больше всего Любой Образ Это может быть Персонаж Это может быть Образ Слушайте Мне бы хотелось Какие-нибудь Сказки Какую-нибудь Нечость Играть У меня Как был Десять лет назад Так и осталось Мне всегда Хотелось Сыграть Либо вампира Но вампира Я уже сыграла Хотя Я готова Еще разок Сыграть Вампира Там Разные Вампиры Бывают Почему нет Либо Остапа Бендера Ух ты А вот это Мне нравится Гендерная Перевернутая Именно Остапа Или А Ну да Я об этом говорю Остапа Бендера Слушай Это прикольно Хорошо Режиссер Два режиссера С которыми Тебе очень хотелось бы Поработать Один российский Другой Зарубежный Конечно Тим Бертон Как был Тим Бертон Так он и остался А из наших Мне так понравился Вертинский Мне бы очень хотелось Поработать Наверное С Дуней Смирновой Вопрос Вопрос на котором У нас многие Ломаются Актеры То же самое Актер или актриса С кем бы очень Хотелось поработать Наш и заграничный Ну в дуэте В каком-то Здесь Даня Воробьев О Ну мы с ним Чуть-чуть У нас было Взаимодействие В хэппи-энте Мне кажется У нас отличная пара Вошла Из заграничных Что уж там С Гэри Олдман Хорошо Три Твоих Любимых Фильма Можно Не всех Времен А например Последние Три любимых Прямо сейчас Вот в голове У тебя Двенадцать Стульев Гайдая Не может быть Гайдая И Одержимость Которая Увы плаш У тебя был Недавно Марафон Гайдая Почему Это такая Любовь Гайдая Да Почему Это вот именно Сейчас Или это Олдай Я люблю Ильфа и Петрова Я люблю Зощенко И у Гайдая Как-то очень Здорово Получается Все это Получалось Извините Все это Экранизировать Я недавно Пересматривала И для меня Вот как было Смешно Тогда Давно Так и сейчас Очень смешно И очень Классно И я бы хотела Блин Конечно Мечта Наверное Что-то Такое Снимать Это так Хорошо Черт Это так Смешно Твой Самый Нелюбимый Фильм Ла-Ла-Ла-Лэнд Принято Хорошо Какой-то Черт А за что Потому что Ты ненавидишь Мюзиклы Ну окей Да Может быть Потому что Я ненавижу Мюзиклы Потому что Слишком много Было В моей жизни Но я не то Что ненавижу Я недавно Что-то Опять же Мне нужны были Примеры Хорошей Голливудской Игры И того Как Люди Переживают Зависимость Ну или там Большие травмы Какие-то Что-то Я вспомнила Рэквин По мечте И мне захотелось Его пересмотреть Когда первый раз Я его смотрела Я еще три дня Думала Господи Я хочу это раз видеть При том Что это классно И тут я смотрю Его опять И вот Эта вот Линия С матерью Джареда Лето Как она сходит С ума Как она начинает Принимать Все эти Транквилизаторы Как она Становлена Там же еще Потрясающе Это все Смонтировано Это очень Крутой фильм Но для меня Он очень страшный Твой самый Позитивный Опыт На съемочной площадке На любой Съемочной площадке Вот самое Благостное Воспоминание Давай каких-нибудь Конкретных Классных Добрых людей Вот круче Всего Было там Ну честно говоря У нас очень Классный коллектив Был на проекте Пять с плюсом Который снимался Для одноклассников И потом вышел На СТС Это был ситком Я играла Несвойственного Себе Персонажа Фармацевта В гомеопатической Аптеке Это комедия? А? Это комедия? Да, это комедия Она такая Совсем задрот Такая Молодая Молодая девушка Но она уже бабушка Ты руки помыла? Правда Несвойственная Вот что гомеопатия С людьми делает Да, 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 да Вот Каст у нас, значит Был Яндальцев Франц Цуканов Ешкин И я Режиссер Дина Штурманова И как-то, блин Ну просто классно Было на площадке Прям на работу Шла Как на праздник Что-то Мы шутили И все это было Как-то весело При том, что для меня Жанр комедии Тяжелый жанр Я никогда не находила себя До сих пор не нахожу Комедийный Или смешной Вот Но может быть Поскольку это было Такое преодоление себя И оно в общем Получилось мне Между прочим Даже за эту роль Дали лучшую комедийную Актрису До какого-то фестиваля В Бразилии И самый неловкий момент На съемочной площадке Самый нелюбимый Самые ужасные воспоминания Я не знаю Но Каждая постельная сцена Это такое Не надо Пожалуйста Это всегда так тяжело Ты всегда так глупо себя чувствуешь Заклеенные Заклеенные Вот это прокладка Какими-то промежность Что-то в грудь Как-то ты прикрываешься Вокруг люди Приборы Жарко Ты потеешь Такой же партнер Взрослый человек Ты семейный Вы сидите Как два дебила И вот вам что значит Перед этой Все аудиторией Какая-нибудь Буфетчица заглянет Пладитель тоже А что это вы тут делаете И вам надо Вот это вот Вы оба потные Вонючие Соленые Вам надо Целоваться Изображать Страсть Попытаться Как-то Расслабиться Расслабиться Невозможно Сделать вид Что вам Это все Приятно А ты в целом В этих сценах Видишь Как бы Художественную ценность Ты понимаешь Как все это неприятно Но действительно Есть польза Нет мысли Что 90% Таких сцен Это такая вот Перчинка Ради перчинки Без Без пользы Серьезной пользы Для Искусства У меня Наверное За исключением Вот одного проекта На котором Я очень сильно Жалею Везде Эти сцены Были обоснованы Драматургически Сладкая жизнь Какой-нибудь Ванпост Хэппи-энд Ты снялась бы Например В Дозорах О да 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 Вот к вампирам Вампиры же Вампиры считаются Ну Наверное Нет Мы просто Ты сказал Про Дозоры А кстати Да Я помню Я Лукьяненко Жен Я очень зачитывалась Мне прям Очень нравилось Мне кажется Я все прочитала Крут Хотела бы Лукьяненко с ним Еще Ну В плане Книжки В фильме Да По Книжке Да Ну да Мне кажется Это классно Ну если Что-нибудь Хорошее Но хотя Я думаю Напишут А вот Поймем фэнтези В каком бы Жанре В котором Может быть Ты еще Не снималась Тебе Хотелось Сняться Так Суперпозиция Была Это Теория Струн Троллельной Миры На-на-на-на-на-на Вот что Ты еще Не довела Инопланетян Вот я тоже Играла Ну да А Вампиров Играла А Какого там Еще Что осталось Вестерна Историческая Драма Костюмированная Вот историческая Мне очень Очень хотелось И вот я Приняла Участие В съемках Проекта Плевака С Сергеем Безруковым Я там Играю Сонюку Золотую ручку Прям Сбаланс Мечта Но единственное Что конечно К сожалению Там не совсем Вот эта Историческая Коренолень Вся фигня Небольшой спойлер Я выгляжу Там Альтернативно Если учитывать Ну альтернативного Времени В котором Происходит Событие Вот Но эта мечта В общем Отчасти сбылась Хотелось бы Конечно Действительно Какую-то Барушню Сыграть А хотела бы Мужчину сыграть Не важно Можно вампиры Можно Не вампир Как это Технически возможно Я тоже Начинаю думать Ну как Например Как Типа Где вы Суинтон Где-то играл Мужчина Но это было Что-то не очень Я очень люблю Тильдер Свинтон Она потрясающая Но я понимала Что это Тильдер Свинтон По-моему Это было У Уэса Андерсона Где-то В одной из картин Это точно Было У Уэса Андерсона Мне кажется Это еще могло Быть Где-то В общем Кажется Она не один раз Это делала Да не Можно попробовать Но я просто Думаю Что это Почему бы Ей попробовать В конце концов Я на самом деле За любой кипиш Кроме голодовки У нас пришел подарок Так что мы можем Подарить Давайте его вручать Давай 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 Может тебе надо Чуть-чуть открыть Вау Так Первое Это букет Под сумочек Под сумочек Потому что Ты вроде и осенняя Под сумочек А осенечка А можешь открыть У меня ногти Лапки У меня лапки И ногти Лапки У нас лапки Открыл Дальше Ногти справятся Дальше я тебе Это к твоему проекту Это очень Крутая подвеска Сейчас ты ее увидишь Да Где-то у тебя есть сцена Где ты стоишь Вот так вот С этим Пасторет Мы можем даже Показать референс Спасибо, что это было Вот, дорогие друзья Понимаете, ухожу Не с пустыми руками Во-первых, у меня подсолнухи А во-вторых, у меня Револьвер Вооружен Особо опасен Смотрите кино И бэкстейдж Пока Пока Пора-пора